всем привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем опять же кушать у нас котлетки 5 котлеток и пюре здесь у нас колбаска салями обожаю чай чокопай это просто сладость моего детства кто помнит чокопай сейчас тоже продают да но как-то в нашем детстве прям это было особенно такой хит папа когда ехал в какую-то страну он у меня раньше работал проводником привозил нам этот чокопай и мы с братом как вы думаете что делали конечно же дрались из-за еды маме кстати всегда не нравится когда я говорю что мы с братом дрались из-за еды мама говорит вы чё как плебеи я говорю маму такое же было нужно было ну зачем об этом говорить на всю страну но это реально было мы прям дрались братом особенно за мандарины вот мандарины я просто обожаю у него такая привычка еще кстати у брата моего он берет сразу три конфеты кладет в рот чтобы быстрее сесть кто-то иногда мне в комментах пишут вот айк это очень быстро ешь вы не видели моего брата ребята он просто берет мандарины вот так вот целиком три конфеты в рот и все даже не пережевывает он всегда говорит что на это уходит очень много времени на пережевывание пока он там жевать будет все все сидят я очень извиняюсь вы знаете что это такое нет вы ребят не знаете что это такое это колбаска из россии обожаю колбасы из россии как они это делают это настолько вкусно молодцы ребята у нас нигде нету такой вкусной колбасы и и каждый раз когда папа приезжает могут что тебе привести я говорю папа 7 палок колбасы ну типа слишком много нельзя перевозить типа это контрабанда ты везешь продавать конечно продавать такую вкусную колбаску продавать мне хочется сказать нашему государству вы придурки какой продавать это для себя вот обожаю эту колбаску кстати меня мама убьет что я это говорю вообще в середине видео но у меня просто из головы вылетела в общем ссылка на котлетки на мамин рецепт этих котлеток будет в инфобоксе переходите обязательно смотрите озвучивает мамуля как вам можно сказать уже почти все на мамином канале делает мамочка вам огромное спасибо за классный комментарий который вы пишете вы реально и очень мотивируете мама вообще сидит и строчит другим кулинаром тоже классный комментарий я говорю мама что на тебя нашло это новое говорю какой-то пиар она говорит нет люди же мне пишут хорошие комментарии я тоже говорит буду другим людям писать хорошие комментарии это же очень приятно бахта очень сочетается да ребята самый часто задаваемый вопрос последнее время у меня в комментариях я говорила что я собираюсь идти учиться водить получать права и прошло уже полтора месяца и вроде от меня ни слуху ни духу все в комментариях мне пишут айка ты провалил экзамен что произошло что произошло на самом деле нет меня даже немножко обижает это каждый можно сказать там седьмой восьмой комментарий это про права айка ты провалила вообще я просто не ходила туда мне сказали что уроки начинаются с марта с первого числа то есть я сейчас пойду то получается что группа уже впереди меня вот поэтому мне предложили на тот период начать с первого марта ну вы знаете я такой человек если вот в момент когда я это захотела у меня не получилось потом как-то во мне это желание но потихоньку умирает да я хочу машину но пока что мне нет возможности ее покупать есть только кредит но кредит ребята это столько мороки я там начала узнавать это страховка это столько дополнительных комиссий всяких выплат как-то я передумала я решила лучше я накоплю и может быть сама куплю машину а чтобы получить права нужно пойти учиться это стоит денег нужно нанять учителя который будет меня учить водить в городе у меня есть двоюродный брат в принципе он может но я не хочу ни от кого зависеть я боюсь что я не знаю не дай бог разобью машину своего двоюродного брата в общем я не хочу никого беспокоить хочу свои проблемы решать сама пока что это не очень получается на самом деле вот и никакой экзамен я не провалила не надо такой писать в комментариях то есть это абсолютно не так но есть другие плохие новости опять же беру от комментариев беру от вопросов так что обязательно пишите свои вопросы в комментариях я все это читаю стараюсь отвечать стараюсь прислушиваться к вам реально что касается моей кнопки к сожалению я не знаю почему но походу моя посылка потерялась когда только на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков я написала в техподдержку они мне сказали что о поздравляем в скором времени вам отправим потом значит отправили и она видимо потерялась честно я была очень расстроена я была подавлена но у меня еще есть надежда что она все таки придет у нас один раз было такое что заказ с революшеном пришел через месяц знаете у некоторых людей дома такие полки со всякими наградами а у меня реально нет ни одной награды просто ваш пенец просто положить нечего на полку приходится косметику класть мне реально настолько хотелось чтобы кнопочка пришла вкусно какие брокколи вкусные ребята люблю поэтому в последнее время если честно у меня не очень хорошее настроение потому что дела как то идут не очень я вообще покупать права за деньги не хочу я хочу сама сдать а смогу ли я сама сдать это большой вопрос еще один кстати очень интересный вопрос который мне часто стоят в комментариях знают ли родители моего парня про меня и как вообще они ко мне относятся как они относятся к моему хобби и так далее вообще мы знакомы или нет этот вопрос постоянно я вижу в комментариях я вам скажу так мы не знакомы лично но они знают о моем существовании и в любом случае я не думаю что будет какая-то проблема я честно прекрасно понимаю что вы все за меня переживаете хотите чтобы у меня в жизни все сложилось интересуетесь я ни в коем случае не обижаюсь когда мне задают такие вопросы это нормально если бы я была бы на вашем месте мне бы тоже это все было бы интересно вот 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 господи как это было вкусно давно не было пирожечки с котлетами я котлетки вообще люблю а мамины котлетки все 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 Я очень люблю после вот такого вот сытного обеда, точнее ужина, кушать йогурт. У меня в последнее время мама постоянно покупает йогурты, и это просто моя слабость. Был йогурт? Нет йогурта. Был йогурт? Нет йогурта. Когда мне мама говорит, что тебе уже пора заводить детей, я сразу такая джик, и понимаю, что я должна покупать йогурт и отдавать его кому-то. Я должна покупать растишку и отдавать ребенку. Я пока что не готова к таким кардинальным изменениям в своей жизни. В общем, как-то так. Котлетки мамины. Это вообще что-то с чем-то. Обязательно переходите в инфобоксе и смотрите рецепт. Советую вам приготовить. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного и неприятного аппетита. Всем пока!